Саламас тармакруммитта от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я начинаю свой прямой эфир и сегодня хочу изложить подробно свои аргументы, которые показывают, что построение демократического государства это для нас, по сути дела, единственный способ построить сильное государство, стать сильной нацией. И действительно, в этом случае мы сохраним свою независимость, будем иметь свой суверенитет. И для того, чтобы была ясность, почему это так, я хотел бы немного вернуться назад в историю казахов, историю Казахстана. Хотя Назарбаев говорит, что только он создал это государство, конечно, здесь это вызывает иронию и смех, потому что он сам жил в составе Советского Союза, когда наша республика называлась Казахская ССР. И все границы, которые были на карте очерчены, они просто автоматически перешли по наследству, когда произошел развал Советского Союза. Вот, собственно, все, что и было. Поэтому никакой его заслуги в создании государственности нет. А та независимость, которая свалилась нам на голову с развалом Советского Союза, она, по сути дела, перешла в руки султана Назарбаева. Не государства, не народа, а именно лично в его руки он создал фактически ханство. Вот сейчас вы все прекрасно знаете, он продемонстрировал всеми своими последними указами, что именно он является владельцем нашей страны. То есть фактически, хотя мы называемся Республика Казахстан, никакого отношения существующего политического устройства к республике не имеет. Абсолютно никакого. То есть президент страны считается выборной должностью, депутат и парламент выборная. Но вы все прекрасно знаете, что они назначаются Назарбаевым. Депутаты тоже через партию Нуратана, которой он владелец, назначают всех депутатов Маслихаты, всех депутатов назначает нынешний Мажелис, также и Сенат. Поэтому, когда он говорит, что существует некий коллегиальный орган Совета национальной безопасности, которым он является председателем, и именно этот Совет национальной безопасности принимает решение, с которым согласовывает решение нынешний президент Токаев, вы понимаете, что он лукавит. Потому что в Совете национальной безопасности кто находится? Председатель Сената, дочь Даригана Зарбаева. Председатель Мажелиса Нигматуллин, который назначен через партию Нуратан, а Нуратан контролирует весь парламент. Министры силовых структур, они все назначаются Нурсултаном Азарбаевым. Поэтому вы прекрасно понимаете, что, хотя наша страна называется Республика Казахстан, это фактически Нурсултанат. Вот и то, что мы на самом деле имеем. То есть нет никакой демократической республики. Мы можем ссылаться на Конституцию, на некие законы. Конституция, кстати говоря, не исполняется. Законы не исполняются. По Конституции международные договора стоят по статусу выше, чем внутренние законы. И Казахстан подписал множество договоров, которые вам гарантируют права и свободы. Как вы знаете, что даже простые митинги нужно спрашивать разрешение в Акимате. Хотя по международным договорам мы не должны. Поэтому название республика фикции. Мы живем реально в Нурсултанате. Теперь как это влияет на вашу жизнь? Я лишь не говорю о том, что у вас нет прав и свобод. Вы вообще не можете выражать свое мнение. Вы не можете участвовать в политической борьбе, выбирать своих руководителей. Соответственно, когда Нурсултан Назарбаев назначает разного уровня руководители, они не зависят от вас. Вы из них ничего не можете потребовать. Собственно, и поэтому все постоянно апеллируют Назарбаеву. Ельбасе бзди баспанажок, ельбасе бзди ашажок, ельбасе бзди ашажок, ельбасе бзди жумусшок. Вот, собственно, вот такие обращения идут Назарбаеву. Их миллионы. И это такое обращение, такого типа обращения всегда присутствует в авторитарных странах, где власть сконструирована в одних руках. В демократических странах никто не апеллирует, ни к премьер-министру, ни к президенту, потому что у них есть масса механизмов. Они выбирают местную власть, руководителя города, района, области, всех выбирают. И поэтому они просто свое слово говорят на выборах или на митингах, или на пикетах. То есть, или профсоюзы объединяют людей по профессиональному признаку, если они недовольны, они выходят на забастовки, митинги массовые и так далее. Вот, собственно, существуют вот такого рода механизмы влияния и давления на власть. В нашей стране этого нет. Поэтому, собственно, бесправное положение наших граждан приводит к тому, что эта власть прекращает слышать свой народ. И как бы вам было не было плохо, вам некуда апеллировать. Суды полностью под контролем власти, и вы находитесь в безысходной ситуации. Поэтому власть может делать, что хочет. Особенно в условии, когда силовые структуры, весь репрессивный аппарат полностью подчиняется, но султан Назарбаев, или в авторитарных странах тем, кто рулит страной. И эти спецслужбы подавляют возможность людей выражать свое мнение, сопротивляться, бороться и так далее. Собственно, вот такая безысходная ситуация. Но многие из вас, наверное, скажут, что Куртаува, и будут жить текущей жизнью, говоря о том, что вдруг он умрет, вдруг что-то изменится. Это тоже заблуждение. Если он умрет, придет второй Назарбаев в лице дороги Назарбаевы, или придет самый Татакаев, или придет Карим Масимов. Назарбаев ничего не поменяется, потому что вся политическая система построена так, что власть находится в одних руках, что эта власть вас не слышит. Соответственно, ваша жизнь никак не улучшится. Мы все должны понимать, что авторитарная система управления государством приводит к тому, что власть вас не слышит. Власть вас может по любому поводу посадить в тюрьму. Власть может вас преследовать. И, собственно, вот причина всех бедствий именно в политической системе. Как это работает на Западе? На Западе все уровни власти избираются народом. На Западе политика, он хочет завоевать голоса своих избирателей. Он собирает их мнение. Он собирает именно то, что нужно его избирателям. Пишет на основе этого программу экономическую, политическую. Приходит к власти, получив поддержку миллионов. И затем проводит реформу в пользу тех избирателей, которые поддержали его на выборах. Именно поэтому власть на Западе, в демократических государствах слышит свой народ. Именно поэтому в европейских странах войн не бывает. Не бывает никаких кризисов. Да, забастовки бывают. Да, бывают митинги. Но это механизм общения, обратной связи народа с властью, которых люди избирают на выборах. Это нормальный механизм. Он прописан в Конституции, в законах этих стран. И эти люди миллионами выходят на улицу. И тогда представители их во власти понимают. Народ хочет вот так. И идут поправки законодательства. Правительство начинает влиять. А если такое правительство или президент не работает на благо народа, народ их в следующий раз не избирает, изгоняет, организовывает забастовки, митинги и так далее. Что разрешено по законам и по Конституции стран демократических и не требуется никаких разрешений, только уведомительный принцип. К чему это приводит? Приводит к тому, что граждане начинают жить хорошо. Государство процветает. Оно не агрессивное, как авторитарные страны. Собственно, как Россия или еще какие-то другие страны. Демократические страны, они слышат свой народ, а простой народ не хочет войн. Он не хочет катаклизм. Простой народ мирный. Простой народ хочет дружить. Собственно, эта демократическая модель, она начала выстраиваться порядка 200 лет назад. Вы помните известную французскую революцию, когда короли были, по сути дела, арестованы и казнены. И французская республика, по сути, была. Вы помните известную декларацию независимости Соединенных Штатов Америки, когда там тоже Америка вся избавилась от колонии английской, избавилась от рабства. Это был тоже длительный процесс. И сейчас уже демократия это стандартная политическая модель, которая, по сути дела, гарантирует быстрое развитие государства, баланс интересов разных слоев населения, взаимодействие народа с властью. Это приводит к тому, что социальных протестов во много раз меньше, чем в авторитарных странах. Это приводит к тому, что эти государства являются лидерами во всем. Америка и ведущие страны мира, европейские, лидеры во всем. Вы пользуетесь айфонами, самолетами, интернетом, лекарствами. Это все завоевание ведущих стран мира, Америки и Европы. Все основные научные достижения именно достигнуты в этих странах. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что правильная политическая модель устраняет противоречия в обществе. Богатство страны перераспределяется между всеми жителями страны более правильно. Что же получается в авторитарных странах? Обратите внимание, в авторитарных странах возьмем Россию, возьмем Казахстан, возьмем Узбекистан, возьмем Таджикистан. Любую авторитарную страну мира. Богатство у политической верхушки. Вы много читаете, слышите. Когда они нагло покупают за десятки, сотни миллионов долларов недвижимости за рубежом, будучи просто обычными государственными чиновниками. Вы видите их богатство на ваших глазах. Когда рядом строятся гигантские комплексы, особняки, вы видите, что они всем владеют, имея всего лишь одно – доступ к государственной власти. Они не бизнесмены. Если наши бизнесмены реально заработали деньги, богаты, это нормально. Во всем мире они имеют все, потому что они эти ресурсы зарабатывают своим умом. Но когда гигантские богатства попадают в руки государственных чиновников, вы понимаете, что единственный путь, как это происходит, – воровство денег народа. Собственно, у самого Нусултана Назарбаева состояние оценивается свыше 200 миллиардов долларов США. И его ближайший родственник, как Тимур Кулебаев, Дариган Назарбаев, они владеют состояниями исчисляемыми миллиардами долларов. Миллиардами! При этом вообще не работая в бизнесе. Не будучи никакими талантливыми бизнесменами, и весь их талант, так называемый, заключается в том, что они присвоили народное богатство. И, собственно, к чему это приводит? Обнищание основной части населения, недовольство режимом, желание выйти на массовый протест и разнести этот режим в дребезги. У нас нет ни науки, нет ни образования, нет никаких достижений, кроме того, что страна просто пользуется природными ресурсами, которые, что называется, достались по наследству. Они – это нефть, газ, металл и все прочее. Какие-то заводы, если были построены, то они были построены просто в советский период, и тоже это была сырьевая индустрия. Ничего не поменялось. Мы ничего не производим. То есть, фактически, получается, во авторитарных странах это политическая верхушка, они захватывают ключевые отрасли страны, экспортные, экспортируют за рубеж, им все хорошо, а основная часть населения бедствует, получает маленькие деньги. Проблема с рабочими местами. Вы получаете разные образования, но вы не можете найти работу. Вам предлагают 40 тысяч тенге, 50 тысяч тенге, хотя на аналогичной профессии в мире зарабатывают как минимум несколько тысяч долларов. И я вам могу даже сказать, Саудовская Аравия, посмотрите, они просто качают нефть, они игроки первые или вторые в мире, население относительно небольшое, и, собственно, это нефть как-то распределяется среди населения. Но, опять же, вся политическая верхушка, которая имеет власть, именно они супер богатые. И это можно взять любую страну в мире, авторитарную, любую абсолютно. Ирак, Иран, я не знаю, наших соседей, любую страну в мире, или африканские, авторитарные страны, народ бедный или нищий, вся политическая верхушка. Богатые эти страны ничего не дают для цивилизации мировой. Никаких достижений, ни научных, никаких не промышленных. Они просто за счет сырья получают деньги и покупают технологии, и вот держатся на плаву. Вот, собственно, то, что происходит и с Казахстаном. Был период, когда, собственно, на планете были только авторитарные страны. Ну, кто больше, какая больше, какая меньше, какая-то сильнее и так далее. Это история, это разные обстоятельства. Но, к чему это приводило? Когда были ханства, когда были империи, царства, они очень много зависели от личности и, наверное, территории, которая занимала таяльная нация. Я сейчас хотел бы сделать краткий экскурс в истории, показать вам на примере наших предков, начать с Чингисхана. Можно было, конечно, еще уйти ниже, когда были гигантские государства тюрков, но я хочу именно остановиться в более ближний период, где-то порядка тысячи лет назад, когда государство строил Чингисхан. Чингисхан он вообще был ханского рода, там были на территории современной Монголии ханства. По сути, эти были, хотя мы говорим, многие историки говорят о тюрках, это были казахи. Просто эти исследователи не знают, что у казахов существует много родов различных. Так вот, Чингисхан был рода Кьят, и этот небольшой род исторически так получилось, что он сумел объединить, завоевать соседние роды и фактически создал ханство. В 1206 году его тогда звали Тимиршин, вы обратите внимание, Тимиршин, чисто казахское имя, да? В 1206 году четыре казахских рода и плюс татары, их список известен, они подняли на белую кошму Тимиршина, присвоив именем ему Шингисхан, как лучезарный, лучезарный. И, собственно, с территории современной Монголии началось восхождение вот этого ханства, которое превратилось в гигантскую империю, самую крупную в мире. Шингисхан завоевал эту часть территории, объединил ханство. Были такие известные ханства, вот, Киатское ханство, Найманское, самое крупное, Кирииты, Меркит, Меркитское ханство и Татарское ханство. Вот, собственно, что он сумел объединить и создал довольно серьезную силу. И после этого началось его перемещение на территорию современного Казахстана, именно южной части Казахстана. И развитие его государства привело к тому, что были завоеваны гигантские территории. Более того, Шингисхан является родоначальником современного Китая. Он считается основателем этого Китая. То есть, к чему все это я говорю? То, что существовали различные княжества, ханства, различные государства, были построены по принципу, когда фактически государством владеет один человек, хан, император или князь. И конкуренция привела к тому, что более сильная личность, которая сумела организовать построение своей армии и завоевать, он фактически в конце концов, работая в той же политической системе, а именно в авторитарной, диктаторской, он был ханом, он сумел фактически в такой конкурентной борьбе завоевать Китай, но это его дети потом завоевывали, он сумел завоевать территорию практически всю Сибирь, всю современную Россию, Иран, Ирак и так далее, он современные территории Узбекистана и по сути построил гигантскую в мире империю, то есть да, можно было работать и действовать в рамках политической системы, авторитарной, диктаторной, как угодно назовите, но затем наступает период, это государство начал ослабеть, он ее поделил между четырьмя своими детьми на разные территории, исторически постепенно эти политические системы, они конечно жили долго, многие годы, исчисляемые несколькими стами лет, но в итоге все, обратить внимание, что мы сейчас имеем, того, той самой империи Шингасхана нет, мы были частью, вот современной территории Казахстана, частью этой империи, мы фактически слабое государство, соседний Китай, который был завоеван Чингисханом, обратите внимание, он был завоеван им самим, его детьми, небольшие китайские княжицы были все завоеваны, объединил, и его династия, так называемый Юань, была у власти 150 лет, вот современная денежная единица Юань по имени династии Чингисхана, Чингизидов, Чингизидов Юань названа, и не случайно Чингисхан считается основателем Китая, современного Китая, раннего Китая, ему стоят памятники, не случайно в Китае снимаются фильмы, он же и основатель современной России, потому что как таковой России не было, была Московия, это было частью Золотой Орды, и когда вот эта империя ослабла, по сути дела начался обратный процесс, пошел, создалась вот эта Российская империя, и поглощение соседних территорий, которые вчера были над территорией России, я говорю упрощенно, там очень много длительный период, можно имена все рассказывать, но суть не в этом, я просто показываю, что нашему государству даже не 550 лет, даже если взять историю от Шингасхана, как казаха, уже это доказанный факт, исторически доказанный факт, просто он не сильно распространяется у нас в Казахстане, но многие это знают, так вот, история казахов, просто вот на поверхности даже взять более тысячи лет, это была в свое время гигантская империя во главе с Шингасханом, его сыном продолжателем Жоши-хан, Баты-хан, где это государство, империя, которая исчисляла там огромное количество населения, сейчас сжалась на территории современного Казахстана численностью порядка 18 миллионов, то есть, я говорю сейчас о современной истории, но вспомните, когда было небольшое государство джунгарское, которое, имея население в несколько раз меньше, чем казахское, фактически завоевало более половины Казахстана, когда более половины нации погибло в войне с джунгарами, почему, потому что наше государство было неконкурентное, политическая система, в котором присутствовали ханы, было неконкурентное, личности были слабые, они не построили сильную экономику, они не смогли противостоять даже джунгарам, у которых еще были пушки на верблюдах, они имели винтовки, а наши казахи бегали с луками, стрелами, с дубинками и пытались противостоять джунгарам, которых численности было, по численности во много раз было меньше, это привело к гигантскому бедствию, в итоге, да, отбились, но по сути это было привело к тому, что погибла огромная часть казахского населения, то есть, к чему все это я говорю, то, что политическая система, если она несовершенна, если она слабая, если она неконкурентная, неконкурентная с соседними странами, в конце концов, все это приводит к бедствиям, обнищанию населения, и в итоге соседние страны начинают делить, захватывать территорию, слабые погибают, так, к сожалению, устроен мир. Если сейчас посмотреть на реальную ситуацию, ситуация такова, что Китай стремительно развился, и для примера, если в 2008 году у них средняя зарплата была порядка 300-350 долларов США в месяц, за какие-то 10 лет средняя зарплата в Китае составляет порядка 1000 долларов. Деньги они описывают многие вещи, это говорит о том, что Китай серьезно растет, становится сильным государством, и эта сила в том числе инвестируется в военную мощь. пример Суара показывает, что в 1949 году это Восточный Туркестан был как независимый государство, был поглощен Мао-Дзюдуном, и в результате договоренности со Сталином Восточный Туркестан фактически был поглощен Китаем. Всегда два крупных государства между собой договариваются, кто между ними стоит, и у них начинаются проблемы. Мы сейчас как раз в такой опасной ситуации. Политическая модель авторитарная приводит к тому, что наше государство слабое, у нас нет серьезных вооруженных сил, у нас нет науки, наше население бедное, наше население не может защитить собственные права, не может защитить свою собственную семью, такое население не может защитить независимость своей страны, потому что граждане слабы, они всего боятся, они всего боятся, кто-то может быть обидеться, будет рассказывать, что казахи были, батыры, когда-то там 500 лет назад, тысячи лет назад, все это так было, давайте говорить реалии, реалии таковы, что один старик, которому скоро будет 80 лет, держит 18 миллионов под своим контролем, и эти 18 миллионов не могут поднять голову и вспоминают только какие-то песни наших аквинов о героических наших батырах. Вот это реальность такова. И почему так происходит? Потому что мы слабые, мы слабые не можем защитить себя, и поэтому в этих условиях вы понимаете, что стоит большая угроза независимости нашей страны. И единственный способ, чтобы действительно мы сохранили свою независимость, стали сильным государством, переустроить политическое устройство страны, как только европейские страны начали двигаться именно по демократической модели. Демократическая она предполагает, что именно народ начал участвовать прямо в управлении государством, эти страны рванули далеко вперед. У них диверсифицированная экономика, они производят все, у них сильная армия, у них обеспеченные люди, у них шикарные дороги, у них решены ключевые вопросы жизнеобеспечения человека. Почему? Потому что политическая модель демократии предполагает участие всех граждан страны в управлении государством, соответственно, это государство быстро и качественно развивается, каждый человек знает, что его права защищены, если он чем-то недоволен, он имеет массу инструментов воздействовать на правительство, в том числе участие в многомиллионных митингах. Это приводит к тому, что государство процветает. Наша страна отстала. Я вот сейчас вам просто пример показал, что мы не просто отсталые, мы не можем защитить себя лично, не говоря о том, чтобы защитить свое государство. А чем мы ее будем защищать? Для того, чтобы ее защищать, нужно иметь современную армию, современные технологии, которые строят, стоят серьезных денег. А если государство все ресурсы имеет, констрирует у Назарбаева и у Верхуш, которые в один день могут просто куда-то улететь, могут, в конце концов, просто продать нашу страну, договориться с соседем, с Китаем, то о чем можно говорить? Он его защищать не будет, деньги он в экономику не инвестирует, в армию не инвестирует, у нас военный не имеет самого элементарного, получает маленькую зарплату, не имеет жилья, как они будут защищать нашу страну? Военных там всего лишь 60-70 тысяч человек. Поэтому просто на этом примере я показываю, авторитарная система не жизнеспособная, она не конкурентна с современной политической системой, с демократической. И если мы хотим выжить как нации, если мы хотим, чтобы наше государство действительно было сильным и независимым, у нас неизбежно единственный путь смена политического режима, построение демократического государства, сделать, чтобы все богатства страны действительно работали на всю страну, сделать сильную армию, инвестировать серьезные ресурсы в современные технологии, и тогда мы состоимся как государство, и тогда мы не потеряем свою независимость. А Казахстан делили всегда, после того, как в 1824 году фактически все существующие тогда три ханства или там средний, младший и старший жуз вошли в состав Российской империи, я где-то грубо говорю в 1824 году, с этого момента мы фактически также получили какую-то крышу, скажем, от Китая, но реально мы потеряли независимость, мы стали частью провинции Российской империи отсталой, которая занималась скотоводством, еще чем-то, но не развивала промышленность, не было науки и все прочее. Был период, когда южные части Казахстана, Алматинская, часть Кыргызстан современный, южные части Тарас, Шимкенская часть области подчинялись, были в составе Каканского ханства. То есть, вы понимаете, если историю глубже смотреть, а нам это не преподают, Казахстан все время пилили, резали, то одна крупная империя, как Китай, то другая российская, даже современного Узбекистана, уважаемые друзья, не было. Он был создан путем объединения Бухарского, Хивинского и вот части Каканского ханства в 20-м году был создан Узбекистан и так было, как создано большое государство довольно, где сейчас живет более 30 миллионов человек. Но история просто повторяется, она развивается по спирали. Сейчас Китай растет, мы все прекрасно знаем, что их политическая амбиция распространяется по всему миру и когда я говорю, что мы находимся под угрозой потери независимости, это не пустые слова. Да, это не произойдет завтра, это не произойдет послезавтра, но мы так же, как Суар, шаг за шагом можем его потерять. Суар, это уже произошло, который был восточный Туркестан и был по сути в результате сговора присоединен Китаю. Так же будете Казахстану, если мы не будем сильными. Уважаемые друзья, именно поэтому 26 октября в 14.00 мы выходим на митинги и говорим нет китайской экспансии, свободу политическим заключенным. Целью, основной целью политического движения и демократического выбора Казахстана является смена политического режима, построение демократического государства. Это для нас единственный путь сохраниться как нации, как единственный путь стать сильным государством, процветающим, который в состоянии решать любые вопросы, в том числе вопрос сохранения независимости и построения процветающего государства. Поэтому вы должны просто сравнивать, когда ваша жизнь плохая, вы можете винить Назарбаева, вы можете винить правительство. А все просто. Неправильная политическая система. Это ханство под одного человека, под одну семью. Когда власть действительно, как по Конституции говорится, будет принадлежать всему народу, когда власть, опять же, как Конституции говорится, именно народ является источником власти, когда так будет, а это возможно только при демократической системе, тогда все изменится. Все цифры о том, что заработные платы будут несколько раз выше, которые мы озвучиваем в своей программе ДВК, они возможны сейчас. Просто эти богатства растекают. Ежегодно минимум 30 миллиардов долларов в карманы политической верхушки. И чтобы этого не было, у нас единственный путь смены политического режима и построения современного конкурентного государства, а для этого нам нужно сменить режим и построить демократическое государство, как в Соединенных Штатах Америки, как в ведущих странах Европы. И только тогда мы можем говорить, что мы состоялись как государство, и только тогда мы можем говорить о независимости нашей страны сейчас независимость украдена. Она в руках Назарбаева. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас 26 октября в 14.00 выйти на митинги по всей стране. Мы должны добиться перемен. Алга, Казахстан!